Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Уточкин Игорь Сергеевич, доктор психологических наук, профессор Департамента психологии и факультета социальных наук Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, заведующий научно-учебной лабораторией когнитивных исследований. Окончил факультет психологии МГУ имени Ломоносова в 2003 году, был приглашенным исследователем в Калифорнийском университете Сан-Диего и в Гарвардской медицинской школе в Бостоне. Область научных интересов Игоря Уточкина, когнитивная психология, психофизика, психология зрительного восприятия и внимания, восприятие объектов и сцен, зрительный поиск, зрительная память. Игорь Уточкин – автор более 40 научных статей в международных и российских периодических изданиях. Я рада вновь приветствовать в нашей студии Игоря Уточкина. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. И мы продолжаем разговор о зрительном восприятии, которое мы с вами уже начинали некоторое время назад. Зрительное восприятие – это фундаментальная когнитивная способность человека, да и не только человека, интерпретировать сигналы зрительной системы. И свежее исследование на эту тему появилось буквально на днях в журнале Тудов Национальной Академии Наук США. Исследователи из Бар Иландского университета в Израиле показали, что качество запоминания изображений зависит от чего бы вы думали, от размера изображения на сетчатке глазом. Я удивилась, потому что мне это казалась такая очевидная вещь. Я удивилась тому, что впервые экспериментально это было продемонстрировано. У них было небольшое исследование, 100 с чем-то человек. Они показывали разные картинки, не говорили, зачем они это делают. Потом опросили, кто что запомнил, и выяснилось, что лучше всего запоминались крупные изображения. У меня вопрос есть, некоторые к этому исследования, но это в конце, наверное. Хотя это не ваше исследование, но в общем в конце я попытаюсь удовлетворить свое любопытство после того, как мы основную часть разберем с вами. Авторы отмечают практическое значение полученных результатов для разработки новых экранов электронных устройств и улучшения качества обработки зрительной информации. И сегодня мы сконцентрируемся на зрительной памяти. Зрительная память, как мы запоминаем и опознаем тысячи объектов. Пожалуйста, Игорь. Хорошо. Спасибо. Ну, вообще память – это тема, которая, мне кажется, всех очень интересует. Все как-то стараются ее улучшить, думают, как им лучше учиться, как нужно запоминать, как постараться не потерять память, допустим, с возрастом. Но обычно мы про память думаем, наверное, когда мы сталкиваемся с какими-то трудными задачами на память, когда нужно, например, выучить какой-то большой текст. Или когда мы забыли что-то, что кажется нам очень важным, значимым. Да, да. То есть вот когда есть какие-то затруднения, когда нам нужно прикладывать какие-то усилия, память становится для нас очевидной такой ценностью. Но вот есть другой аспект памяти, о котором я как раз сегодня хочу поговорить. Это, может быть, то, чему мы меньше придаем значение, но это очень важно для вообще попыток научно понять, что это такое, что такое память. Это наша способность с легкостью, именно поэтому мы часто не обращаем на это внимания, потому что это очень легко. вспоминать, узнавать объекты, какие-то события, лица, людей, которые мы, на самом деле, может быть, видели это всего один раз в жизни, на короткое мгновение, и все равно смогли запомнить. И вот у нас таких воспоминаний тысячи и десятки тысяч, и мы, сталкиваясь внезапно в новой ситуации с таким же объектом, очень легко, как нам кажется, это опознаем, и, в общем, не испытываем никаких сложностей. Ну, иногда, разумеется, мы что-то забываем, иногда мы что-то путаем, но вообще сама способность вот так с легкостью это опознавать, это что-то такое довольно интересное. И, в общем-то, психологи пытаются разобраться, как это вот среди вот этих тысяч воспоминаний мы находим что-то нужное. И здесь зрительная память, она такой чемпион в плане того, насколько это легко нам дается. И я, пожалуй, начну вот с такого исторически, наверное, первого исследования, в котором это было прямо смертельно показано, что зрительная память – это вещь очень хорошая, очень много всего сохраняет. Это в 67-м году Лайонл Стендинг провел такой очень простой, в общем-то, эксперимент, в котором он сравнивал, как люди запоминают и потом опознают стимулы, которые либо обычные слова, то есть это то, с чем вообще психологи всегда имели дело, они изучали память, как люди запоминают там слова, или даже какие-нибудь, может, вообще бессмысленные слоги. Ну и вывод был всегда такой, что плоховато запоминают, что, в общем, нужно много учить, чтобы все точно воспринимать. Или много ассоциаций, наверное. Скорее, может быть, наоборот, ассоциаций меньше, чем у материала такого более для нас естественного зрительного. И вот он сравнивал это с тем, как люди запоминают картинки, причем он еще брал картинки, которые он характеризовал как обычные, ну, то есть вообще такие типичные. И картинки яркие, но это не его стимул, вот я привожу на слайде, это я просто нашел, чтобы просто дать пример того, что он считал обычными, что он считал яркими. Как, кстати говоря, очень интересно, вот в последние годы, когда появилась возможность работать с большими данными, с онлайн-тестированиями, и использовать очень большое количество испытуемых, там, десятки тысяч в одном эксперименте, и показывать им тоже многие, сотни, десятки тысяч разных картинок, и вот на таких больших данных стало понятно, что вообще картинки очень здорово сами по себе предсказывают, их содержание предсказывает то, с какой вероятностью люди будут запоминать. То есть там можно было подумать, что скорее от человека зависит, от его там индивидуального опыта, может быть, от культуры или от чего-то, что он будет запоминать. Но оказывается, что вот дисперсия, которая, да, вариативность в этом запоминании, пожалуй, даже в большей степени зависит от того, какую картинку люди запоминают. То есть одни и те же картинки почти все люди будут запоминать хорошо, а какую-то другую картинку тоже, значит, очень разные люди будут запоминать плохо. Довольно интересный момент. Вот, в общем, такую вот вещь он делал. Он давал разное количество таких картинок для запоминания или слов, да, от 20 до там тысячи или вот с обычными картинками даже до 10 тысяч. Один раз показывал каждый стимул и дальше через два дня приглашал испытуемых в лабораторию и давал им простой тест на узнавание, когда он показывал часть стимулов, которые он показывал в первый день, а часть были новые и, собственно, задача испытуемого состояла в том, чтобы сказать, где был новый, где был старый. И он что получил? Вот если мы посмотрим на этот график, во-первых, мы увидим, что слова сразу в проценте правильных опознаний проигрывают картинку. Даже если 20 слов, да, то всего лишь 80% правильных опознаний против 100. И дальше, когда длина списка увеличивается, все, конечно, падает, это неудивительно, но, как мы с вами видим, слова падают больше всего, да, 62%. Картинки обычные меньше, картинки яркие еще меньше, то есть гораздо больше люди продолжают правильно опознавать. Вот. И когда он довел до 10 тысяч количество обычных картинок, то все еще очень-очень неплохо люди с этим справлялись. И вот здесь важный момент, как о таких результатах думать. Сейчас я подвожу, наверное, красные нити моего сегодняшнего поиснования. Это какие-то, роль каких-то таких наивных метафор нашей памяти, ну и даже шире возьмем нашей психики, поскольку мы вообще все носители психики, мы все носители памяти, и мы как-то себе представляем, как это работает. Плюс есть какие-то, может быть, культурные образцы того, как об этом думать. Там, вот я не знаю, может быть, особенно в связи с британским сериалом про Шелка Холмса, скорее с сериалом, чем с книгами Канан Дойля, появилась эта идея, что там память – это дворец или чертоги памяти, где разложены какие-то воспоминания о словах, и это очень показано ярко в сериале, где там этот Шелк Холмс сидит и какие-то слова из букв составляет, и вот разыскивают разные ассоциации. То есть вот нам кажется, что память – это хранилище, в котором разные эпизоды или разные объекты, с которыми мы встречались, хранятся там на каких-то отдельных полочках, или там как книги в библиотеке огромной, и мы там что-то ищем, вот, каждая – это какая-то отдельная запись, и либо она у нас сохраняется, и мы можем ее найти, либо не сохраняется, или сохраняется, но так, что мы теряем доступ, тогда мы говорим про забывание. Вот, очень привлекательная метафора, очень понятная, но вопрос в том, так ли это на самом деле, вот я на него попытаюсь ответить с другой точки зрения, что, может быть, как-то более контринтуитивно, но более похоже на то, как работает память, есть какие-то совершенно другие модели. Вот, но, значит, возвращаясь к этим результатам, как их нужно интерпретировать, да? Значит, во-первых, первое такое, наверное, первое желание, глядя на эти результаты, было бы сказать, что вот эти проценты означают то количество материала, которое в памяти осталось, да? То есть, допустим, 80% правильных опознаний означает, что это 80% слов, то есть там 16 из 20 у нас в памяти, или вот здесь остается там 620 из 1000. Это уже, значит, такая ошибка вероятностная, да? Потому что, когда мы говорим про то, что люди, там, допустим, из 100 воспроизводят 80%, правильно вспоминают, это означает, что, значит, 20 они не смогли правильно вспомнить, они, скорее всего, угадали, да? Им, они вынуждены отвечать, либо я это помню, либо не помню, и, соответственно, 20% неправильных, это означает, что примерно столько же они дали правильно просто по чистой случайности, да, по чистому воспадению. Ну, поскольку бинарная система, да. Да, да, да. То есть, это означает, что если испытуемый, допустим, дает 50% правильных ответов, то это означает, что в памяти у него ровно ноль, то есть он не помнит ничего. То есть, если мы пересчитаем, вот, исходя из этой логики, да, попробуем ответить на вопрос, сколько элементов, кстати, в памяти, то получится вообще вот другие цифры. И наши, там, вот эти, сколько было, 62% в условии с тысячей слов превращается всего лишь в 24 примерно процента слов в памяти, да, и все тоже, все остальные цифры тоже снижаются. Вот это нужно понимать. Ну, а дальше вообще я буду говорить о том, что может быть вообще нельзя считать, оценивать память в количестве каких-то отдельных элементов, которые там хранятся. Это вообще неправильное представление о том, как информация из памяти извлекается. Вот. Дальше в продолжении вот этой линии с очень хорошей памятью на картинке в плане того, сколько мы материала можем сохранить, да, спустя довольно, в общем, длительное время, то есть больше 40 лет после стендинга. Все это время долго считалось, что, окей, люди помнят довольно много картинок, но все-таки картинки – это какие-то фотографии, и там много каких-то деталей. На самом деле они выхватывают какой-то общий сюжет или, может быть, категорию, да, там, что вот здесь была собака, здесь был, не знаю, какой-то детский праздник, здесь люди там запускали воздушного змея. Вот общую какую-то концепцию они помнят, но не более того. И вот в 2008 году очень известное исследование было опубликовано группой из, тогда из MIT, где первый автор – это Тимоти Брейди, который мне особенно дорог, поскольку это мой коллега, и мы с ним тоже делаем какие-то исследования. Мне кажется, его образ мысли на меня очень сильно влияет. Но вот это вот исследование 2008 года – это исследование, в котором, в общем-то, они тоже давали такую же задачу из Патума – запомнить много объектов, да, 2500 – это много. И затем они тестировали память только не с помощью задачи, где каждый раз предъявляется какой-то один стимул, из Патума должен сказать, я его помню или нет, а это задача такого парного опознания, или, как это называется, двухальтернативный вынужденный выбор. То есть в каждом тестовом замере, в каждой пробе, из Патума показывают два объекта, один из которых был предъявлен, второй не был предъявлен. Его задача – ответить, какой был предъявлен. И разные были пары. В каких-то случаях пары составляли из объектов действительно из разных категорий. Одна категория была предъявлена, другая не была. Там, допустим, не знаю, вот этот циферблат манометра был предъявлен, а вот эта стопка бумаг не была предъявлена. Это довольно легкое развлечение. А другие пары были составлены из объектов из одной категории, но это были разные экземпляры, да, то, что называется. То есть, допустим, вот такое зеркало было предъявлено, а такое не было. Преугольное и овальное. Да. А стиль один и тот же. Да, да. Либо вообще один и тот же буквально экземпляр, то есть прямо один и тот же предмет, но в разных состояниях. Да, вот там, не знаю, счеты были предъявлены вот с частью костяшек, сдвинутых влево, а в паре с ним не предъявлены счеты, где все костяшки выровнены. Что получилось в результате? Если, опять же, оценивать процент правильных узнаваний, то мы видим с вами, что от сходства пар при тестировании, в общем-то, почти ничего не меняется. То есть люди как опознавали с большой точностью, так и продолжали. То есть, в принципе, информации хранится много, детально, хотя был всего лишь один просмотр, каждый объект на 3 секунды, и все здорово. Правда, дальше, последующее исследование той же группы показало, что если в ходе предъявлений, в ходе этапа запоминания показать очень много объектов разных экземпляров с одной и той же категорией, например, много разных яблочек или много разных шляпок, и затем тоже протестировать вот так же, например, один старый, старая категория, одна новая, или один старый экземпляр и один новый экземпляр, то здесь мы видим, что вот при тестировании в сходной паре начинает узнавание ухудшаться по мере того, как память заполняется большим количеством сходных элементов. То есть вот тут уже мы начинаем подозревать, что на самом деле, по всей видимости, память не хранит какие-то отдельные записи, которые там как-то раскладывают по полочкам, а возможно там начинают какие-то происходить взаимодействия, и чем объекты более похожи, тем взаимодействия более сильные, которые, ну, в общем-то, скажем так, размывают доступ к этому, к этой информации, и поэтому, когда мы сравниваем с каким-то еще объектом, мы уже начинаем чуть-чуть хуже понимать, что из этого я точно видел, а что нет. Следующее интересное исследование, это уже наше исследование как раз с Тимоти Брейди, где мы спрашивали, вообще объекты можно ли считать, поскольку мы вообще-то воспринимаем мир, состоящим из предметов осмысленных, да, и там из людей, из, не знаю, из книжек, столов, стульев и так далее, то вроде интуитивно кажется, что так же они должны храниться в памяти. По категориям. По категориям, ну, или даже, может быть, по экземплярам, но все-таки мы отличаем, не знаю, одни часы от других часов, или одну кофейную кружку от другой кофейной кружки. Ну, вот здесь мы спросили, действительно ли вся совокупность свойств объекта хранится как целая, и мы давали нашим испытуемым тоже запомнить ряд из объектов, 240 уже, гораздо меньше, чем в предыдущих экспериментах. Всегда были пары объектов из одной категории, то есть, допустим, две кружки или вот два набора инструментов, да, чемоданчики, да, и часть таких объектов была предъявлена, например, в одинаковых, назовем их так, состояниях, то есть, допустим, в данном случае две эти коробочки, они открыты. Открыты, да. А какие-то были предъявлены в разных состояниях, вот, например, кружка одна пустая, а другая заполнена кофе. Все, значит, это испытуемые запоминали, это все было разбросано по последовательности, поэтому они вообще не могли представить себе, о чем их будут в итоге спрашивать. Вот, и дальше мы тестировали, ну, во-первых, мы тестировали, способны ли испытуемые вообще-то опознать, допустим, вот эти две кружки среди каких-то еще двух кружек, которые мы не показывали, то есть мы как бы спрашивали их, по сути, помнят ли они экземпляры, да, помните ли вы, какие были кружки. А еще мы показывали вот такую ситуацию. Мы показывали ровно те самые кружки, которые были предъявлены, две, при этом каждая из них была показана в двух возможностях состояниях, то же самое для вот этих коробочек, закрытая, открытая, наполненная, пустая, и говорили испытуемым, пожалуйста, выберите для каждого из этих экземпляров то состояние, в котором вы его видели. То есть попытайтесь вспомнить, была ли там была кружка полная, пустая, может быть, какая была полная, какая была пустая, или обе полные, или обе пустые. И нас, во-первых, интересовало в этом, смогут ли люди запомнить, допустим, что одна кружка была пустая, другая полная, то есть помнят ли они просто сходства или разность этих состояний, или, и кроме того, если они это помнят, то правильно ли они соотносят эти состояния друг с соответствующими экземплярами, да? То есть нам, нас интересовало, помнят ли они объект как целое. То есть именно полосатая кружка была пустая. Да, 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 то есть во всей совокупности признаков. Ну или это называется на таком более научном языке, помнят ли они объект связанным, или они помнят его признаки более-менее независимо. И что мы обнаружили в результате, вот этот слайд нужно изучать, наверное, с правой части. Во-первых, мы нашли, что экземпляры, то есть сами кружки испытуемые различают, правильно в 80% случаев отличают от других экземпляров, то есть экземпляры они помнят хорошо. Вот, и вот этот график, он показывает следующую вещь. Как часто испытуемые выбирают два одинаковых состояния, допустим, две наполненные кружки или две пустые кружки, если они действительно были предъявлены в одинаковых состояниях или в разных. И что мы видим? Если одинаковые состояния были испытуемые, вспоминают процентов 70, правильно, что они были одинаковые. Если, значит, были в разных состояниях, они наоборот, там, 30% говорят, что они были одинаковые. То есть, на самом деле, это означает, что примерно в 70% случаев они помнят, были ли состояния разные или были одинаковые. Это значит, что они в целом помнят состояние. А вот этот график показывает, что когда кружки были, допустим, в одинаковых состояниях, то испытуемые, там, в 75% случаев правильно говорили, какие это были состояния, потому что они просто помнили, что было одно общее состояние на две кружки. А здесь, когда им нужно было соотнести два разных состояния с двумя разными кружками, они выходили на уровень 50%, а мы до этого сказали, что в ситуации такого двух альтернативных. 50% означает, что они не помнят вообще ничего. То есть, они не помнят, какие состояния соотносились с какими кружками. То есть, это означает, что объекты как целое мы, скорее всего, не помним. И вот здесь такая интерпретация, что это значит. Вот если нам предъявляются два экземпляра в двух одинаковых состояниях, то что мы про это можем сказать? Мы говорим примерно следующее. Я помню обе кружки. Я помню, что они обе были полные. То есть, по сути, на самом деле, кружки, признаки экземпляров, мы связываем с одним общим состоянием, которым мы просто помним. А вот когда они были разные, то это означает, что я помню и обе кружки. И помню, что одна была пустая, другая была полная. А вот какая была пустая, какая была полная, связать я это друг с другом не могу. Это тяжело. Итак, получается, что мы не только не можем говорить об объектах, мы даже не уверены, что какая-то целостная, целостный зрительный образ мы в памяти сохраняем. Возможно, мы сохраняем какие-то отдельные признаки. Что эти признаки собой представляют, мы до конца не знаем. То есть, признаки экземпляров состояния – это возможные какие-то кандидаты, но это могут быть и что-то более простое, и цвета, и какие-то просто, может быть, кусочки образа, которые мы выхватили и запомнили. Но, в общем, они у нас не хранятся как что-то такое единое целое. В общем, своей памяти нужно доверять так условно. Да, абсолютно. И мы, в значительной мере, при опознании происходит реконструкция зачастую из кусочков других, может быть, реальных воспоминаний, а может быть, даже и нереальных. И еще одно я хочу показать интересное исследование, которое показывает нам вообще, насколько мы вообще можем интерпретировать, опять же, нашу память с точки зрения того, что мы храним объекты, то есть, что объекты у нас либо присутствуют, и мы их можем найти, либо отсутствуют, и тогда мы их найти не можем, и мы говорим про забывание. То есть, мы обычно говорим про «помню» или «забываю» вот эту вот вещь, как именно дихотомическое состояние памяти. И из этого следуют интересные предсказания, которые я сейчас покажу, насколько могут быть неправильными. Значит, это совсем новенькое исследование с моей студенткой Варварой Михайличиной, в котором мы тоже давали испытуемому задачу на запоминание, показывали 300 объектов, они запоминали, а затем мы тестировали память с помощью вот N-альтернативного выбора, то есть, в каждой пробе мы показывали один старый объект, а ему, значит, было противопоставлено сколько-то объектов новых, и он должен был всегда выбрать старый, значит, это либо двух-альтернативный выбор, либо четырех, либо восьми. И задача была здесь такая. Испытуемым мы говорили, что они должны постараться найти тот объект, которым был предъявлен, он всегда был один, они это знали, и постараться это сделать за несколько попыток, то есть, если в идеале с первой попытки они должны найти, кликнуть на него мышкой, но если у них не получилось, то кликать до тех пор, пока они его не найдут. Вот, и, соответственно, вот, допустим, если цель это такие часы, да, то Испытуемый, допустим, пытается найти, вот он кликает на вот эту бобину или что-то, и это ошибка, значит, он дальше продолжает кликает, вот на корзинку он кликнул, это тоже ошибка, тогда он кликает, вот, смотрите, попытки на часы, и тогда проба завершается, но если, значит, не повезло, он дальше кликает, так, пока он, может быть, все не прокликает. Вот, для чего это было сделано? Значит, дело в том, что есть очень интересное такое предсказание, что произойдет, если у нас в памяти мы действительно храним информацию по типу «я либо помню, либо не помню». Это означает, что, в принципе, когда я, мне показывают вот эти все объекты для узнавания, я их пробегаю глазами, и я либо, я узнаю тот объект, который я запомнил, и тогда я на него с первой попытки кликаю, и попадаю, вот, там, допустим, 75% случаев таких, а если я его не помню, тогда я ошибаюсь, и, соответственно, все остальные попытки для меня уже абсолютно безразличны, я просто не помню, поэтому я буду угадывать, и это значит, что, допустим, если у меня было 4 альтернативы, то все попытки после первой будут абсолютно равномерно распределены, то есть, либо я со второй, либо с третьей, либо с четвертой с равной вероятностью найду объект, то есть, либо помню, либо не помню. Наши данные показывают следующую вещь. Вот это вот распределение этих попыток является вот такой плавно убывающей функцией, то есть, мы с вами видим, что вторая, там, третья попытки, на самом деле, дают больше вероятность найти объекты, чем какие-то последующие попытки. То есть, вроде как, если я не нашел с первой попытки, то шанс найти со второй и с третьей будет больше, чем с последующих. То есть, получается, что даже если моя память не сработала с первого раза, то что-то там еще вроде как остается. Кто-то бы сказал, что это означает, что есть какая-то, может быть, не очень точная, но все-таки память, но что эта неточная память все-таки означает. И здесь я хочу перейти к введению такой очень важной модели, которая является гораздо более таким контринтуитивным способом рассуждения о памяти и том, как она устроена, чем вот эта вот вся такая интуитивно понятная житейская метафора памяти, как хранилище для каких-то там образов, записей, или там как каталог или что-то такое. И эта теория обнаживания сигнала, это такое, в общем, одно из очень гениальных, я считаю, прозрений вообще для психологии. Это идея, которая изначально появилась для, вообще-то, описания ощущений, причем слабых ощущений, которые находятся в районе какого-то буквально порога осознания, но которая затем перешла на очень много разных областей. Значит, идея теории обнаживания сигнала заключается в том, что когда у нас нету никакого вообще внешнего сигнала, то есть вообще нету никаких стимулов, которые мы должны как-то регистрировать, на них реагировать, даже в этой ситуации у нас, это ситуация не полного отсутствия ощущения, а это ситуация, в которой сама наша система, ну, можем грубо сказать, наш мозг, все равно, поскольку он живой, и в нем происходит множество разных процессов, то сами эти процессы создают некоторый такой случайным образом флуктуирующий уровень стимуляции, да, и вот этот флуктуирующий уровень стимуляции, поскольку эти флуктуации происходят случайно, мы можем их описать нормальным распределением, вот, с каким-то средним, который будет охарактеризовать вот этот вот внутренний уровень стимуляции, вот мы его будем называть шумом, и этот шум обычно мы должны вроде как игнорировать, то есть считать, что это уровень стимуляции, которым можно пренебречь, и поэтому мы его не рассматриваем как какой-то… Мне на ум пришла метафора видимость деятельности. Ну, да. В некотором смысле, да? Да, да. То есть смысла нет, а активность, субышение какое-то есть. Да, полезной активности нет, но… А что-то есть. Стимуляция есть, и поэтому получается, что когда приходит к нам какой-то реальный сигнал, если этот сигнал не очень сильный, то какой эффект он производит на систему? Он производит некоторую добавку, которая будет, в общем-то, довольно постоянной, то есть если мы пронаблюдаем поведение системы во времени, да, то окажется, что это будет тоже нормальное распределение, но оно будет звинято чуть-чуть вправо, потому что в среднем по отношению вот этой шумовой активности, которая никуда не девается, второе распределение, оно всегда будет в среднем чуть-чуть более мощным. Но из-за того, что сигнал слабый, да, мы получаем ситуацию, что распределение хоть и сдвигается, но сдвигается оно настолько, что между вот этой ситуацией, когда сигнал отсутствует, и ситуацией, когда он присутствует, есть очень большое пересечение. И что это значит? Это означает, что вообще говоря, мы не всегда в состоянии надежно определить, есть ли вот тот эффект, который в системе произведен в данный момент, он произведен шумом или он произведен сигналом. То есть сигнал это или не сигнал? Да, из какого из этих двух распределений это взято? Соответственно, можно даже специальным образом померить, собственно, насколько эти распределения друг от друга отодвинуты, такая мера, которую называют D' Чем больше они разделены, тем лучше, тем больше шанс, что мы отделим эффект сигнал от эффекта шума. Вот, там еще вводится такой специальный, такая граница, да, которую называют критерием принятия решения, то есть это та интенсивность эффекта в системе, которую мы, ниже которой мы считаем, что никакого эффекта не было, выше мы считаем, что эффект был, тогда отвечаем да. Вот, и получается, что любой эффект, который произведен, например, правее критерия, мы на это говорим да, хотя на самом деле это будет означать, что вот если мы посмотрим всю площадь, вот под этой кривой, да, правее критерия, она, разумеется, больше, то есть мы чаще будем действительно говорить правильно, вот, а, но достаточно часто в этой ситуации мы будем говорить да, когда на самом деле никакого сигнала не было, потому что вот этот кусочек распределения, он у нас тоже оказывается правее этого критерия, вот, ну, скажем, у врачей, да, в диагностике это называется, соответственно, ложноположительным решением. Ну, соответственно, может быть и ложноотрицательным, да, это когда, наоборот, у нас был сигнал, но эффект был слабый, мы ответили нет, это, то есть вот теоретный уже сигнал, она как раз про это. И, соответственно, от D' зависит, насколько сильно мы будем ошибаться, или наоборот, насколько редко мы будем ошибаться. Отлично. Значит, это когда мы говорим про ощущения. Но теперь давайте это все просто переведем на язык памяти, на язык тех процессов, которые у нас могут происходить. Значит, я фактически показываю ту же самую картинку, только теперь я вместо силы ощущения на оси абсцисс пишу слово знакомость. То есть фактически речь идет о том, что мы процесс опознания по сути рассматриваем тоже как проблему обнаружения сигнала и различения эффекта, который производит какой-то текущий стимул, с которым мы сталкиваемся здесь и сейчас, и мы должны принять решение, мы до этого с ним встречались или нет. И этот стимул производит внутри нашей системы памяти, да, в результате какого-то сравнения, вот тоже подобный эффект. И фактически, если стимул нам не знаком, то, скорее всего, эффект будет взят из-за распределения более левого, то есть это в среднем. Шумового. Шумового, да. То есть он скорее произойдет не больше, чем шум в памяти. А если мы действительно с этим сталкивались, то скорее это будет взято из этого распределения. Но то же самое. Здесь есть довольно большая неопределенность. И от того, насколько сильно наше воспоминание, насколько оно отчетливо, фактически будет зависеть, насколько эти два распределения будут раздвинуты, и насколько часто мы будем их путать. К чему это приводит? Да, представляем себе ситуацию, когда мы должны вспомнить, у нас вот много разных стимулов, и мы должны среди них опознать один. Это особенно хорошо работает в ситуации, например, опознания подозреваемого. Это вот типичная ситуация. Свидетелю показывают, допустим, фотографии, среди которых разных похожих людей, среди которых один действительно мог совершить преступление, а другие точно его не могли совершить, потому что, например, они уже осуждены, они отбывают наказание где-то совсем в другом месте, и точно не могли быть в этом месте в это время. И мы фактически делаем тест памяти испытуемого, ровно такой, как мы делаем в наших экспериментах. Поэтому это, в общем-то, даже может быть и жизненная ситуация. И что получается? Если мы превратим эти распределения в какие-то отдельные пробы, то есть когда мы тестируем много-много-много раз память на разные объекты, то мы каждый раз будем из каждого из этих распределений брать какие-то случайные значения, потому что это случайный процесс, и у нас окажутся красненькие, они взяты из распределения сигнала, то есть когда действительно я видел этот объект. И мы с вами видим, что красненькие точечки в каждой пробе, в целом они будут самые правые, то есть они будут производить впечатление знакомости, самое сильное. А синенькие, да, это те объекты, которые я не встречал, они будут производить эффект в целом более слабый, и мы их скорее не будем выбирать. Но из-за вот этого сильного элемента случайности, мы с вами видим, что на самом деле иногда возникают ситуации, когда синенькие оказываются правее, чем красненькие. То есть в этой ситуации нам действительно начинает казаться, что я вот этот объект видел, а не этот. Где-то вы видите, только один оказывается правее, а где-то все три. И в нашем эксперименте это предсказывает, что испытуемые будут, выберут сначала все объекты, и только в конце выберут тот, который правильный. То есть получается, что на самом деле память это не какой-то просмотр в библиотеке, а это скорее состязание разной степени знакомости материала за то, чтобы быть выбранным. То есть мы просто оцениваем на самом деле правдоподобность некоторого количества довольно случайных процессов и выбираем то из них, которое кажется нам самым правдоподобным, самым сильным. И здесь, в зависимости от того, насколько память хороша, насколько воспоминание сильно, но в зависимости от этого будет разная вероятность того, что мы спутаем, что-то неправильно опознаем. И мы вот эту логику, которую я только что показал, мы использовали в компьютерной модели, которая нам ровно это и дает, это то, что делают наши испытуемые, а это то, что делает модель, она показывает ровно такое плавненькое убывание памяти. И дальше, если мы, например, будем говорить про сходство, почему, допустим, если мы запомнили много-много похожих объектов, там много яблочек или много разных детских колясок, и потом нам уже сложнее опознать, какую коляску мы точно видели, а какую не видели, это тоже будет такая же история про конкуренцию, конкуренцию разных знакомостей, которые производят, собственно, разные стимулы, с которыми мы сталкиваемся здесь и сейчас, в момент, когда нам нужно узнать, которые производят в нашей памяти. И, по сути, там, допустим, колясочки будут ближе друг к другу, поэтому конкуренция будет сильнее, чем, допустим, между колясочкой и лодкой. То есть совсем другой способ думать о том, как происходит извлечение, вовсе не как поиск среди каких-то фиксированных записей, которые либо есть, либо нет, а скорее как просто какая-то оценка того, насколько в целом вот текущая ситуация или текущие стимулы, объекты, с которыми я сталкиваюсь, или человек, с которым я сталкивался внезапно где-то на улице, вызывает во мне чувство знакомости. И, может быть, немножечко я расскажу о другом аспекте того же самого. Это какой-то такой динамический аспект. Когда мы задумываемся про опознание, вообще очень интересная вещь. У нас воспоминаний очень много за жизнь накапливается, но интересно, даже если мы просто порефлексируем, если мы встречаемся, допустим, с каким-то человеком, которого мы много-много лет не видели и даже не задумывались об этом, сталкиваемся внезапно на улице, и очень быстро у нас возникает ощущение, что что-то знакомое, я этого человека знаю. При том, что если бы мы действительно искали, так как мы ищем, допустим, книжку на полке или забытый автомобиль на парковке, когда мы забыли припарковать, этот поезд гораздо более длинный. И среди тысяч отдельных содержаний в памяти, как мы можем так быстро прийти к выводу, что я вот это лицо узнаю, а этот человек у меня абсолютно посторонний, я никогда его не видел. Это интересная загадка. И здесь мы можем сравнить поиск в памяти, процесс, как он разворачивается, с тем, как разворачивается зрительный поиск, про который я рассказывал во время нашей прошлой встречи, когда мы говорили про внимание, что если, допустим, у нас в зрительном пространстве, например, на столе разложено много разных предметов, и если один из них, допустим, сразу не привлекает наше внимание к каким-нибудь уникальным признакам, допустим, все зеленое, а он один красный, вот если они все разные, тогда для того, чтобы найти нужное, нам довольно долго нужно искать и перебирать эти объекты один за другим. А если в памяти, то это все происходит быстрее. И вот пример, который я здесь привожу, это из такого довольно известного исследования Джереми Вольфа, еще одного коллеги, с которым мы довольно много работаем, где он, собственно, в одной методике совместил и задачу поиска в памяти, и задачу поиска в зрительном окружении, назвал он это гибридным поиском, потому что, собственно, поиск в двух системах, то есть испытуемые сначала должны были запомнить, сколько это объектов, здесь их показано всего два, там их могло быть и 32, их могло быть и 100, и 500, разной длины списки в памяти, а затем испытуемые делали задачу зрительного поиска, когда у них было на экране разное количество объектов, и они должны были среди них найти какой-то из тех, которые они запоминали, то есть все объекты незнакомые, только один знакомый, как вот это чудовище, или, может быть, ни одного знакомого. И когда стали фиксировать, как меняется время поиска, время реакции, допустим, в зависимости от количества объектов на экране, то есть от величины зрительного набора, то мы видим, что всегда получается такая красивенькая, линейная функция, то есть действительно получается, что каждый объект последовательно мы должны перебирать, пока не доберемся до нужного. Так работает зрительный поиск, длинный, подчас мучительный, и это более-менее то, что мы себе и представляем, как вообще обычно происходит поиск. Перебирание. Да, перебирание. Если мы посмотрим на те же самые данные, только теперь мы по оси абсцисс возьмем длину списков памяти, то есть сколько элементов испытуемого сначала запомнил, то окажется, что эта функция вовсе не линейная, а она скорее напоминает логарифмическую функцию. То есть вот такое постепенное замедление роста, которое, если бы мы себе это представляли как поиск в каком-то хранилище, это было бы, значит, это очевидно, это уже не может быть поиском просто последовательным, таким перебором. Кто-то мог бы предположить, что возможно мы как-то по-хитрому организуем материал в памяти, что он, допустим, мы в ходе поиска принимаем несколько раз решение о том, среди каких объектов мы ищем, а среди каких мы не ищем. То есть, допустим, если у меня в памяти там тысячи объектов, то я вот смотрю на каждый данный объект, который передо мной в зрительном пространстве, и просто решаю там. Значит, этот, скорее всего, среди половины объектов я не ищу на следующем этапе. Среди я отбрасываю еще половину объектов, потом еще одну половину объектов, и потом среди оставшихся нескольких я уже ищу более тщательно. То есть вот такой вот последовательный процесс, когда мы решаем, ну там, как, допустим, в библиотеке, да, библиотекарь говорит, там, ну вот это я должен искать на букву А, вот, это в таком-то зале, вот, в этом зале я не ищу, потом, значит, я должен искать среди полок, где буква А, иду к этим полкам, на этих не ищу, то есть вот так он приближается. Вот. Неплохо, вроде, неплохая стратегия, но тоже кажется, что не очень понятно, да, как это в мозге, может быть, вообще устроен, вот такой процесс последовательного образования, почему вообще мы решаем, какие именно объекты мы отбрасываем, они могут быть очень разные, и принять решение, какую половину, допустим, мы не смотрим, это пока что никто не понимает, как это можно сделать. Зато если мы себе представим это, как какой-то тоже шумный процесс принятия решения о знакомости, я сейчас покажу, как это может выглядеть. Наш собственный эксперимент, это эксперимент, где просто происходит поиск в памяти, то есть мы даем, испытуем такую задачу, мы показываем ему объекты, и не просто их просим запоминать, а прямо в ходе запоминания мы тут же тестируем их память, то есть мы показываем какую-то картинку, и каждый раз просим, испытуем его ответить, этот объект они видят впервые, или они уже видели до этого где-то в последовательности. То есть первый объект мы показываем, испытуем его говорит, разумеется, что это новый, и у него в памяти еще пока ничего нет, поэтому мы говорим, что MSS, memory set size, то есть, собственно, набор памяти пока что равен нулю. Вот, следующий объект показываем тоже первый раз, испытуем его говорит, что он новый, но в этот момент уже объем памяти становится равен единице, потому что предыдущие... Он сравнивает как бы с ним. Да, уже попало. Вот, значит, следующий, это уже повтор, испытуем его говорит, что да, это знакомо, объем памяти, значит, по-прежнему там равен, а здесь он равен двум, прошу прощения. Вот, дальше новый, новый-новый повтор и так далее. Вот, и так пока мы не доберемся до, допустим, 64 объектов. То есть, прямо в ходе тестирования у нас накапливается объем памяти, и мы измеряем время реакции. И затем мы отдельно анализируем данные для того, как испытуемые отвечают на новые объекты, то, как испытуемые отвечают на повторяющиеся объекты, то есть, как они опознают старые, как они опознают новые. Что мы видим? Мы видим, значит, что, ну, во-первых, объекты, с которыми испытуемые уже встречались, они опознают быстрее. Вот, и в целом эта функция почти что параллельна оси абсцисс, то есть, это означает, что сколько бы объектов в памяти ни было, испытуемый с одинаковой скоростью опознает, что объект ему встречался. Да, если с объектом он не встречался, тогда мы видим вот эту вот самую логарифмическую функцию, то есть, какой-то рост. И теперь, как мы можем себе эту ситуацию представить с точки зрения вот этой вот идеи шумного принятия решения о том, что текущий стимул мне просто знаком или нет. Соответственно, для этого мы используем такую очень интересную модель, которая в русском языке, я даже не знаю, какого-то устраившегося перевода нет, поэтому я оставил на английском. Это Drift Diffusion Model, Роджер Эдклифф придумал в 70-х годах. Очень такая известная модель, которая вообще моделирует время реакции человека, как происходит выбор во времени между какими-то разными не очень определенными альтернативами. И вот мы можем себе представить этот процесс как какое-то такое накопление свидетельств, да, или доказательств в пользу того, что либо я объект видел, да, это вот верхняя граница, то есть нам предъявляют какой-то стимул. И в этот момент, какой-то нулевой момент во времени, у нас начинается не мгновенный, а постепенный процесс накопления свидетельств о том, что он мне скорее знаком или скорее не знаком. И это процесс, который, по всей видимости, имеет буквальный нейронный коррелят, то есть есть нейроны, которые накапливают, значит, какое-то свидетельство о времени, то есть они либо увеличивают, либо понижают свою активацию в зависимости от того, какой стимул показан и, соответственно, к какому решению нужно склониться. Вот, поэтому это очень реалистичный процесс. Вот, то есть, соответственно, если у нас в памяти есть два элемента, то у нас как бы два таких процесса начинают параллельно разворачиваться, но, значит, допустим, если один из этих элементов был показан и вот мы его сейчас видим, то один из процессов накопления информации будет тянуться в сторону, допустим, верхней границы, когда я скорее склонен ответить «да», другой скорее к нижней границе, где я склонен ответить «нет». Но, как мы с вами видим, этот процесс еще и искажается постоянным шумом, который… Ну, для этого время нужно. Да, да. То есть, он отклоняет вот этот прямолинейный процесс сбора информации то в одну, то в другую сторону, поэтому в какой момент это придет к границе принятия решения, это не очень предсказуемо в каждый конкретный момент. То есть, это определяется тоже, на самом деле, отчасти нормальным распределением. Вот, то есть, закон Гаусса – это наше все. Наше все, да. Конечно, в естественных системах он работает. Да, вообще хороший закон. Да, прекрасный. Вот, значит, если у нас элемента 2, то 2 таких процесса правильно разворачиваются. Если в памяти у нас, допустим, 4 элемента, то 4, да, один из которых будет тяготеть, если это действительно был предъявленный элемент, будет тяготеть к ответу «да», а остальные к ответу «нет». Если 8, то 8 и так далее. То есть, разворачивается сразу куча вурной активности, да, условно количество этой активности пропорционально количеству того, что у нас более-менее есть в памяти. То есть, понятно, что чем больше в памяти есть, тем более шумный будет вот этот вот процесс. Потому что каждый вот такой вот процесс порождает свой уровень шума, и поэтому интегрально его становится больше и больше и больше. Вот. И здесь еще важно понять, как мы принимаем решение о том, что мы объект памяти нашли или нет. Первый вариант. Если один из, хотя бы один из этих процессов достиг границы ответа «да», то согласитесь, этого достаточно для того, чтобы сказать, что все, я сталкивался с этим объектом, я его опознал, и нам, мы в этот момент принимаем решение, что мы выходим из процесса накопления информации и просто отвечаем «да». И, условно говоря, это означает, что здесь время реакции, вот этот компонент время реакции, связанный, собственно, с принятием решения, он закончен. Вот. И это если хотя бы один из процессов достиг ответа «да». Но если ни один из процессов не достиг границы ответа «да», то есть все они тяготеют, к ответу «нет», то есть мы все проверяем, но ничего из этого нам не кажется знакомым, то мы заканчиваем этот процесс только когда последний из всех элементов достигнет границы ответа «нет». Еще раз, разворачиваются они совершенно одновременно, то есть никакого последовательного перебора, как мы бы там просматривали книжки на полке, нет. Все происходит параллельно. Просто каждый из этих процессов приходит к своему концу в разное время из-за того, что есть шум. Какие-то практически мгновенно, а какие-то будут очень долго тянуться. Таким образом, на самом деле, ответ «нет» будет всегда требовать больше времени, вспоминая наши данные, что ответы «да» у нас быстрые, ответы «нет» у нас медленные. Вот. И здесь есть еще один интересный подводный камень. Из-за того, что эти процессы шумные, то есть они могут, хотя бы в среднем они тяготеют либо к одному, либо к другому, в зависимости от того, есть у нас в памяти это содержание или нет. Но из-за шума может случиться так, что в какой-то момент процесс пойдет не в ту сторону и ударится не о ту границу. То есть, например, вот красненькая линия показывает, что это проверяется элемент, который действительно я запоминал, и вот сейчас мне его показывает. По идее, я должен ответить «да». Но вот он очень как-то быстро что-то потерялся. Пошло не туда, и он ушел в область ответа «нет». И, соответственно, он ушел, все остальные тоже пошли в область ответа «нет». В конечном счете мы просто прозевали, что у нас был элемент, который мы помним. Это будет пропуск. И, возможно, обратная ситуация, ложная тревога – это когда какой-то из элементов, который я помню, который на самом деле, который я помню, но вот сейчас он мне не показан, он идет тоже не в том направлении, ударяется о границу для ответа «да», и мы случайно его ложно опознаем, что он нам был предъявлен. Это ложная тревога. И здесь возникает особенная опасность, что если у нас в памяти элементов много, то смотрите, что происходит. Вероятность ложной тревоги очень здорово возрастает. То есть каждый фактически процесс, который вообще-то должен нам говорить, что «нет, этот элемент мне не показан сейчас», он может пойти не в ту сторону и дать нам вон сколько случаев, когда у нас будет ложная тревога. То есть чем больше элементов памяти, тем больше риск, что мы запутаемся и на что-то скажем, что это нам было предъявлено. То есть чем больше мы в жизни запоминаем, тем больше риск, что нам что-то новое покажется знакомым. Как с этим можно бороться? Модель говорит следующую вещь. Если в памяти слишком всего много, и оно вот таким образом конкурирует друг с другом за то, чтобы показаться знакомым, нам нужно не торопиться, по сути, с принятием решения. То есть вот эту вот границу, границу, когда мы накапливаем свидетельства, достаточно свидетельств, которые мы считаем, что это действительно ответ «да», что я действительно узнаю, нам эту границу нужно поднять. То есть, короче, нам нужно быть более осторожными в своих суждениях. То есть не на первый же попавшийся предмет не говорить, что я его где-то видел. И, в принципе, при нормально функционирующей памяти в общем-то у людей этого не происходит. Но цена этого, цена того, что мы поднимаем границу, это то, что сам процесс накапливания информации, разумеется, становится более-более долгим. То есть чем больше элементов памяти, тем больше нам нужно времени, чтобы противостоять вот этому преждевременному… Соблазну, можно сказать. Да, соблазну ответить, что я вот эту штуку узнаю. И, соответственно, это приводит к тому, что действительно время вот этого поиска, которое на самом деле происходит совершенно одновременно, параллельно, да, то есть никакого последовательного поиска там нет, но в целом время на принятие решения у нас начинает увеличиваться. И когда мы в нашей модели компьютерной начинаем действительно поднимать вот этот критерий для того, чтобы наша модель нам выдавала какое-то разумное количество ошибок, типа пропусков и ложных тревог, то есть такое, чтобы там было где-то 5-10% не больше, это то, что реально испытуемые показывают. Вот мы поднимаем границу. То оказывается, да, что модель ровно вот этот вот логарифмический рост времени реакции и предсказывает. Да, то есть на самом деле мы получаем тот же самый логарифмический, логарифмическую функцию, которая гораздо более плоская для ответов, для обнаружения повторов, чем для новых стимулов, все как в реальных данных. Просто исходя из того, что на самом деле вот этот вот процесс опознания, это просто параллельное сравнение текущего, впечатление от текущих стимулов с вот каким-то очень такими шумными, шумными, скажем, репрезентацией, даже не объектов, да, как мы выяснили, может, каких-то просто отдельных признаков этих объектов, как то, там, особое, как какой-то рисунок на кружке, вот, или то, что кружка была полная, там, или пустая, вот они производят этот сигнал знакомости, и дальше мы, собственно, сравниваем эти разные сигналы, и все это делаем параллельно, и принимаем какое-то решение. То есть еще одна, да, такой, еще один аргумент в копилку идей о том, что то, как работает память, и то, как мы информацию извлекаем, когда нам нужно что-то опознать, что это, может быть, вообще работает не так, как нас склоняют думать какие-то интуитивно понятные модели, там, вроде... Библиотеки, да. Библиотеки какого-то хранилища, или чертогов разума, вот, и вот, наверное, это такой конечный пункт, да, моего поставания, что вообще психология, которая очень... В ней очень много интуитивного, она прямо рассуждение о психологических материях, потому что мы сами носители психики, вызывает очень большое искушение не только у обывателей, но и у ученых рассуждать вот в таких интуитивно понятных терминах, но, возможно, это нас заводит тупик, возможно, нужно думать о каких-то более контринтуитивных моделях, которые зачастую оказываются более элегантным решением и, в общем-то, неплохо даже соотносится с данными нейрофизиологии, вот, как я здесь продемонстрировал. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Банальный, практически, я не знаю, обывательский, журналистский вопрос, называйте как хотите, я слушала, и фактически мы возвращаемся к началу нашей программы. Я хочу спросить о корреляции с когнитивными способностями всего того, о чем мы говорили. Вот я упомянула в начале исследования сотни там испытуемых, у которых был, в общем-то, сходный результат. Чем больше изображения, тем оно лучше запоминается. Одинаковы ли были исходные данные всех этих испытуемых? Вопрос даже такой, я предполагаю, ну, я не знаю, согласятся со мной неврологи, я специально не говорю, мне кажется, что зрительная память должна падать при когнитивных нарушениях. Возможно, я ошибаюсь. Ну, так, априори вот возьму. А у здоровых людей о чем свидетельствует хорошая память зрительная, плохая? Это можно как-то увязать с интеллектом, с особенностями психики? Или это вообще все совершенно не связанные вопросы, процессы? Спасибо. Ну, я по ходу своего рассказа упомянул, Вы упомянули, да. Что вообще в какой-то момент, да. То, как, что мы способны хорошо опознавать, что способны опознавать хуже, как ни странно, больше зависит от, скорее, от того, какой материал, чем от индивидуальных различий. Вот, да, вы это отметили. Вот. Но, вместе с тем, разумеется, индивидуальные различия, не стоит сбрасывать со счетов, они, конечно же, есть, и разные люди будут систематически демонстрировать разные уровень, уровень, там, запоминания, уровень узнавания, допустим, с более-менее разными стимулами. Хотя тоже надо понимать, что память это, по крайней мере, если мы не говорим про память, понимаемую в каком-то, опять же, неврологическом смысле, то есть, как мы говорим про нарушение в результате болезни Альцгеймера, то это глобальное нарушение, которое затрагивает просто органический субстракт памяти, и не только памяти, в конечном счете, да, это приводит к очень глубоким когнитивным нарушениям, которые затрагивают интеллект, и все остальное. Вот. Если мы говорим про память как такую способность, ну, способность в кавычках, и говорим о норме, то там индивидуальные различия может быть не настолько огромны, во-первых, да, и во-вторых, тоже память будет очень разная. Когда мы говорим про, допустим, способность запоминать изображение, будут у разных людей там одни результаты, да, когда будет... Запоминать стихи другое. Да, да, то есть, например, собственно, форма, в которой мы запоминаем, или даже задача, в которой мы запоминаем, то есть одно дело, вот это вот мгновенное запоминание, мгновенное опознание, это одна история, а, допустим, способность к выучиванию каких-то двигательных навыков, это другая история, причем, ну, собственно, сами навыки могут быть разные, потому что, ну, иначе бы, наверное, не говорили про способности к музыке, да, или там способности к вождению автомобиля, да, там, водитель от бога, который... Ну, да, да, да. ...там, отлично схватывает... Всю дорожную ситуацию, да. А это музыкант от бога, который, например, за рулем себя чувствует очень некомфортно, у него тоже двигательные навыки, но совершенно другого рода, то есть тут будут огромные различия. Ну, и если... Поскольку вы спросили про интеллект, да, действительно, связь памяти с интеллектом, она очень многих интересует, и тоже, наверное, такая интуитивная история. Есть очень большой пласт исследований, которые связывают, находят часто корреляции между интеллектом, который измеряется там с помощью каких-нибудь стандартных тестов интеллекта, и памятью, но не любой памятью, а так называемой рабочей памятью, которая определяется обычно как удержание очень небольшого количества информации в активном состоянии, той информации, которая вот мне нужна для выполнения текущей задачи. То есть, допустим, я пытаюсь считать в уме, и, соответственно, для этого мне нужен какой-то небольшой объем памяти, чтобы удерживать, собственно, какие-то промежуточные результаты, сами числа, которые должен складывать, трассы, которые не должны производить. То есть это очень небольшой сегмент всей памяти, которая у нас есть. И говорят, что там есть какие-то систематические корреляции, то есть вроде как рабочая память действительно с этим связана, поэтому она вызывает очень пристильный интерес среди исследований. Правда, другие исследователи говорят и показывают, что там эта корреляция не такая однозначная, возможно, там стоит вводить дополнительные контроли, и тогда окажется, что не такая уж она высокая. Многое зависит от определений, что мы, опять же, какими именно тестами мы меряем. Ну, то есть ученых это интересует. Исследования ведут на эту тему. Да, да. В связи еще с идеей о том, что, возможно, стоит по-разному устроить какие-то программы обучения в зависимости от особенностей и памяти, и особенностей интеллекта. Еще вот очень модная тема это когнитивные тренировки. Например, можно ли, натренировав ту же рабочую память на выполнение какого-то конкретного теста на эту самую рабочую память, тем самым сделать человека умнее, грубо говоря, более обучаемым, более успешным, грубо говоря, короткий ответ на этот вопрос, скорее всего, что нет, так это все не работает, все гораздо более специфично, индивидуально, но это людей действительно все время интересует, они пытаются что-то с этим сделать, как-то выяснить. Спасибо большое, Игорь, приходите еще. Спасибо, спасибо, что просили. Спасибо.